Слава Богу! Вместе с нами быть в этот особенный день, благодарить нашего Господа. Слава Иисусу Христу! Слава Богу, что у нас есть такая большая привилегия быть в Доме Божьем, братья и сестры. Ни где-то в шатрах нечестия, ни где-то в местах, где беззаконие или грех, но быть в Доме Божьем. Я хочу обратиться к тем людям, кто сегодня с нами в эфире. Мы одна церковь. Несмотря на то, что мы разделены расстояниями, мы церковь, мы одна семья, мы народ Божий. Аминь, братья и сестры. Мы сегодня с вами собрались на особенное богослужение, праздник жатвы или благодарения, как мы его называем. И этот праздник, он был установлен давно, во времена Ветхого Завета, и он был не случайно установлен Господом. И в то время были особенные жертвы, они так и называли жертвы благодарности. Но был особенный день, когда люди особенно приходили благодарить Господа и приносили особенные жертвы. И я хочу предложить вам местописание, которое сегодня легло на мое сердце. Луки 19, 26. Господь говорит Иисус такую истину. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не имеющими отнимется и то, что он имеет. Нет, кто-то может сказать, кто Библию читает, но там же притча о Минах, о Талантах. Но вот я верю в Дух Святой сегодня, желаю, чтобы мы послушали вот эту истину. И позвольте, я скажу так, всякий, кто имеет благодарность, тому будет еще дано. Всякий, кто не имеет благодарность, у того отнимется и то, что он имеет. Поэтому, братья и сестры, казалось бы, ну Бог, Он просто может взять нас всех благословить. Бог может это сделать, просто взять всех благословить, обогатить, дать всем дома, машины, и просто, чтобы мы ни в чем не нуждались. Но по какой-то причине Бог, как любящий Отец, Он желает нас учить чему-то очень важному. Поэтому все эти праздники, все эти жертвы, которые были во времена Ветхого Завета, они имеют особенный пророческий смысл и значение для нас, христиан. И эти жертвы благодарности, обратите внимание, нужно было приносить добровольно, потому что невозможно человека заставить быть благодарным. Но вот что Господь говорит, и то, что мы с вами знаем, и мы это тоже видим и заметили, что благодарные люди, они как-то особенно счастливы. Благодарные люди, они как-то особенно благословены. Я заметил, что благодарные люди, они имеют намного больше радости в жизни, чем человек с неблагодарным сердцем. Неблагодарный человек, он всегда недовольный. Он, что бы у него ни было, ему всегда чего-то не хватает. Человек неблагодарный, он везде ищет виноватых, у него кругом все виноваты. Но человек благодарный, он всегда доволен. И знаете что? Умножается благословение Божие в его жизни. Поэтому мы, я уверен, если бы я сегодня не вышел, и не вышел бы никакой проповедник говорить о десятинах, о добровольных пожертвованиях, большинство из вас все равно бы жертвовали Господу. Аминь, Церковь. Ты жертвовал бы Господу? Потому что мы знаем, что Он сделал для нас, и мы благодарные люди. Но я заметил, что народ Божий иногда нужно вдохновить. Поэтому мы говорим Слово Божье, чтобы мы помнили о том, что Он сделал для нас. Будь благодарен Богу, когда у тебя все есть, и у тебя достаток. Помни, что однажды ты перешел через Иордан с одним посохом, и у тебя ничего не было, а теперь Бог благословил тебя. Если ты сегодня переживаешь скудость, помни о том, что Господь сделал на кресте, ибо написано, что Он обнищал, чтобы ты обогатился Его нищетой. И проявляй свою благодарность Господу. Мы можем проявлять свою благодарность нашим родителям. Мы можем чтить наших родителей и быть благодарными. Мы можем быть благодарными нашим пасторам, служителям, наставникам. Мы можем благодарны быть тем людям, которые когда-то оказали нам помощь. Мы можем быть благодарны всегда, братья и сестры. И это ценно в глазах Божьих. И это Божья воля для нас, чтобы мы всегда за все благодарили. Поэтому так ценно, когда ребята проходят, например, реабилитацию, после реабилитационного центра, они не идут просто жить для себя, а просто работать, но они служат и идут, и помогают таким же, каким они были, свидетельствуют, приводят на реабилитацию. Это так драгоценно в глазах Божьих, что мы, как благодарный народ, мы не просто радуемся о спасении, но мы проповедуем Евангелие, мы служим, мы что-то делаем для Царства Божьего. Мы вкладываем в свои финансы, мы тратим свое время, мы тратим свою жизнь. Это и есть хорошая возможность проявить благодарность нашему Господу. Хорошо говорить «Спасибо тебе, Господь!» Хорошо говорить «Благодарю тебя», хорошо воздавать Ему славу и честь. Но то, что мы можем сделать сегодня в плане даяния, сужения, это тоже есть хорошая возможность проявить свою благодарность. И Бог смотрит сегодня на твое и мое сердце. Бог желает благословить твою и мою жизнь. Бог любит всех людей. Написано, Он любит и неблагодарных. Написано, что Он любит и злых людей. Он любит всех людей. Но особенное благоволение Божие приобретают люди с благодарным сердцем. Давайте мы будем вырабатывать эту черту, это важное качество нашего сердца. Братья и сестры, будем благодарить нашего Господа, приносить наше даяние, добровольное пожертвование. И знаете, во времена Ветхого Завета, если вы будете внимательно читать, написано о жертве благодарности. А это такая же жертва, как мирная или как по обету, но это жертва, которой нужно было добавить опреснок с елеем, помазанный елеем. Это необычная какая-то жертва. Есть жертвы обычные, но есть жертва необычная, к ней добавлялся еще опреснок с помазанным елеем. Если ты можешь сегодня к обычному благодарению добавить еще что-то, это благодарение произведет благоволение в Божьих глазах. Я уверен в этом. Подумай об этом. И мы можем оставаться в наших местах. Пусть Господь сегодня ведет нас в этом служении, и группа порядка будут проходить сейчас, братья и сестры. Первая корзина – это на миссионерскую деятельность, и вторая – наша сокровищница – это наши десятины и добровольное пожертвование. Пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте мы склоним нашу голову еще раз. Отец, сместный, я молюсь, Господь, за наших детей, Господь, которых мы приняли из руки Твоей. Ныне Боже благословляем, и Господь, Твоим отцовским благословением. Я молюсь, Господь, за деток, которые сегодня дома. Я молюсь за деток, которые сегодня на воскресной школе. Я молюсь, Господь, за детей, Господь, которые сегодня на каникулах, Господь, Боже. Я молюсь за детей, которые сегодня болеют, Господь, Боже. Пусть придет Твое исцеление, крепость, сила, охрана и защита, Боже. Мы однажды приняли их из руки Твоей, и ныне, Боже, мы благословляем их, Господь. Особенно молюсь, Господь, чтобы родители оказывали правильно, Господь, за то и влияние, Господь. Чтобы в это непростое время, Господь, наше упование жизни, Господь, Наша вера, Господь, распространялась на наших детей, Господь, чтобы утверждать и укоренять Твою истину в них во имя Иисуса Христа. Боже, я также молюсь за Слово, Господь. Пусть оно сегодня будет простым, понятным, доступным для каждого человека во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо быть в Доме Господнем. Аминь. Я сегодня что-то во время прославления и во время даяния вспомнил, как меня учили жертвовать. Я родился, вы знаете, в верующей семье и с детства водили в церковь. И вот я помню, я уже в школу хожу, и мама дает мне 15 копеек. Вот я 15 копеек, хочу что-нибудь купить, еще сэкономить, знаете. Ну, не знаю, как вы в детстве, я копил на что-то. Вот собираю деньги, собираю, и там вот за неделю планирую, что могу собрать 90 копеек. Понятно, что я ее не собирал, потому что все равно же хочется что-то купить в буфете в школе. Ну, что-нибудь куплю, там потрачусь. И вот приходит воскресенье, и мама ведет меня в церковь и дает мне, родители дают мне рубль. Они просто меня этим рублем убивали, я вам скажу честно. Я думаю, ну надо же, вот я не могу собрать этот рубль, знаете, для меня это проблема целая, а рубль надо отдать, вот который мне дают в руки. Встаю, мучаюсь, опускаю этот рубль. И так родители прививали вот это даяние, давали возможность детям или нам чувствовать вот эту, знаете, ответственность. И вот я помню, что непростые были времена. В школе говорят, что твои родители там жертву детей приносят, что кровь младенцев. Что там такое не говорили, да, что сектанты страшные и вот всякую гадость говорили. И ты везде чувствовал вот это, знаете, что ты как бы какое-то чужое, отличаешься от них. И вот до сих пор вспоминаю, да, и вот эта какая-то несправедливость, которая была. Сдаешь на четверке, на пятерке все оценки, в конце четверти тебя ставят тройку. И ты не можешь понять, почему. До сих пор это загадка для меня. Потом я, конечно, ее разгадал, когда вырос, когда учителя, которые ставили, мне занижали оценки. И первые пошли в церковь, начали каяться. Это хорошо. Но вопрос другой. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь нуждались. Вот родителям премию не дают, щемляют в каких-то их правах, там, как христиан. Детей, может быть, где-то чуть-чуть, знаете, принижают, как-то занижают им оценки. И было, может быть, тысячу причин как-то обидеться на этот мир и подумать, зачем мне нужен Бог и все. Но родители прививали вот эти божьи принципы. И я не помню, чтобы был, знаете, какой-то голод был, была какая-то нужда. Вот Бог всегда заботился. Поэтому, дорогие, вот этот принцип сения и жатвы, который Бог заложил, он не изменен. Если мы даем кому-то, если мы жертвуем, то мы пускаем это по водам и по истечению. Многие дней Бог будет благословлять нас и наших детей. Поэтому давайте учить наших детей, наших внуков и наших правнуков этим принципам. Аминь. 23 глава, 2 книга Моисея. «Три раза в году празднуй мне. Наблюдая праздник опресноков, всем дни ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Вива, ибо в он и ты вышел из Египта, и пусть не являются предлицо мое с пустыми руками. 24 глава, 3 книга Моисея. И вот здесь Бог закладывает принцип. Бог закладывает три праздника. Это происходит за полторы тысячи до рождения Иисуса Христа. Полторы тысячи лет до рождения Иисуса Христа Бог установляет праздники. Это пророческие праздники. Был единственный, который уже исполнился. Это был праздник, когда они вышли из египетского рабства. Это был праздник Пасхи. Но все равно это была тень будущего. Той Пасхи, которую Иисус Христос совершил на Голгофе. И Бог говорит, вот есть то, что важно для меня. Празднуй мне. Знаете, много есть праздников, которые мы празднуем себе. Наш день рождения, день нашей свадьбы, день какого-нибудь еще особого события. Там, я не знаю, много есть разных каких-то знаменательных дат, событий семейных, личных, государственных. А Бог устанавливает себе, говорит, празднуй мне. То есть это то, что важно для меня. Интересно, что Бог говорит, и когда ты придешь ко мне, не приходи с пустыми руками. Не приходи с пустыми руками. Я не знаю, как вы ходите к своим родителям. Я максимально стараюсь, да, я бы так сказал, 97% случаев, когда я иду к родителям, я обязательно заезжаю в магазин и покупаю что-нибудь, зная, что им нравится. Зная, что они будут кушать или пить. И вот я обязательно это делаю. Наверное, так воспитан. Наверное, это так родители меня научили, да. И Бог говорит, что когда ты придешь в мое присутствие, когда ты придешь на мой праздник, ты приходи с особым сердцем. Ты не бери просто прийти что-то попросить мне, а прийди что-то, чтобы принести мне. Почему? Потому что вот Бог чему-то хочет научить нас. Бог хочет что-то дать нам такое, чтобы оно отложилось в нас, понимание принципов Царства Божьего. Вот то, что важно для Господа. Первое важное – это искупление наше. Это Пасха. Где Он отдал Своего Сына, чтобы мы имели жизнь, жизнь с избытком. Чтобы имели спасение. И для Бога это было важно. Второе важное событие для Господа – это было собирание первых плодов, или мы называем день Пятидесятницы, или рождение Церкви. Представляете, вот день рождения Церкви для Господа важно. И Бог смотрел через, знаете, через века Он смотрел на те события, которые будут происходить. И Он ожидал этого. И вот представляете, Дух Святой сошел на землю, и народ Божий переживает великую благодать, и становится Церковью, и начинает называться христианами. И это было важно в очах Господних. Это было очень знаменательно для Него. Большой праздник для Него. Мы, может быть, не до конца осознаем, для чего нужна Церковь, для чего ее важность. Некоторые считают сейчас, что сейчас вообще это становится маловажным. Некоторые вообще приходят к некой бессмысленности, а для чего это нужно, для чего то нужно. Им нужны какие-то, знаете, важные аргументы. А для Бога Он закладывает, смотря вперед, Он уже начинает праздновать. Представляете, то есть Бог празднует намного раньше. Мы с вами празднуем когда день рождения? Не тогда, когда должен родиться, да? Не тогда. А когда? Когда уже родился, мы празднуем. А Бог смотрит через века и говорит, начинаю праздновать, начинаю отмечать, начинаю ожидать. Это особенный знаменательный день. Знаете, вот мы сейчас проходим очень интересный этап в нашей жизни. Мы ждем нашу внучку первую. И я не знаю, кто, а я вот, наверное, жду больше ее, чем, наверное, ее родители ждут. Вот настолько такое состояние, куда каждый день интересуюсь, каждый день волнуюсь, каждый день жду, каждый день как-то молюсь. И вот думаю, ну, странное какое-то чувство такое, знаете, вот. И вот ты ожидаешь вот это рождение. Представляю себе, как я ее возьму на руки, как я буду молиться за нее, как я ее буду благословлять, еще что-то. Вот настолько жду ее, что сам себе удивляюсь. Думаю, надо же, вроде вот своих детей так не ждал, как ее ждут. Мои дети рождались, я день там в Уральском проповедую, звоню, все, сын родился. Думаю, ну, сейчас по-другому, хотя во время пандемии сейчас снова не пускают отцов к народу, но сейчас другое время, да, сейчас папа с мамой рождают, там, пускают, еще что-то. Нас тогда этого не было. Я помню, уже при Илюше попытался как-то, на меня доктор посмотрел, а говорит, не, я, говорит, вас двоих откачивать не буду. Говорит, ты это, я тебя не пущу. Что-то вид, видать, у меня такой был не очень, не захотела она меня пускать. И вот Бог, представляете, предвкушение, и Он говорит, когда вы соберетесь, когда вы будете отмечать эти праздники, вы должны приходить пред лицом мое, не с пустыми руками, и вы должны праздновать. Это великое, знаете, торжество. Это не какое-то такое, знаете, ну, событие, которое придет вот в вашу жизнь как-то. Вот Новый год, кто-то его отмечает, а кто-то спать ложится, да, и тот, и другой прав. А это ожидаемое настолько, что оно торжественно до того, как оно еще произойдет. Представляете, вот кто из нас празднует какой-то праздник до того, как он произошел? А Бог начал отмечать эти праздники и говорить нас, что для нас они должны быть важными. И третий праздник – собирание плоду. Это праздник жатвы. До сих пор пророческий праздник. Мы с вами, знаете, строим планы на этой земле. Мы планируем, как бы, как нам прожить лучше. Кто-то мечтает получить все в этой жизни, кто-то максимум в этой жизни, кто-то недоволен этой жизнью. А у вас совсем другой план. Он ожидает моего и твоего прихода к нему. И он настолько радуется тому, что его церковь однажды соберется, из всех народов, из всех языков, что он празднует это торжество уже на протяжении многих-многих веков, ожидая, когда ты соберешь плоды, когда ты все сделаешь на поле своем, приди в мое присутствие и радуйся со мной, потому что то, что ты делаешь – это пророчески. Это то, что провозглашает будущее. Это то, что отображает то, что я наметил. И вот представляете, в этот день священник брал сноп, и он входил в храм. И он потрясал этим храмом настолько сильно, что пшеница, зерна, которые были в ней, они просто рассыпались, они высыпались с этого снопа, и они рассыпались в Доме Господнем. И вот я представляю, вот это, знаете, пыль, вот это все, что внутри, оно все настолько он сотрясало, что оно некий, вроде бы, как беспорядок был, но на самом деле вот эта пшеница, которая рассыпалась в Доме Божьем, символизировала тебя и меня, когда Бог соберет нас в Доме Своем, когда Бог соберет нас вместе, соберет этот урожай. И там интересно, Иисус рассказывает притчу, да, о плевелах, и мы порой смотрим и думаем, ну, а в чем смысл нашего христианства, в чем смысл нашего хождения пред Богом? И ты смотришь иногда, мы же странные люди с вами, вы знаете, мы сравниваем себя с другими. Иногда мы смотрим друг на друга и думаем, а что он в церкви делает? Он какой-то бесплодный, она какая-то не такая, как я. Вот я молодец, я жертвую, я участвую, я прихожу, я молюсь, я читаю, а вот на нее смотрю, она не жертвует, не читает, не молится, она вообще, что она делает в церкви? И нам иногда прям так интересно, что люди делают в Доме Божьем, что мы забываем вообще цели предназначения нашего пребывания в Доме Божьем. Вот наше предназначение в Доме Господнем, это не сравнивать себя с кем-то. А наше предназначение в Доме Господнем, принести плод в Царство Божье. Принести плод в Царство Божье. И я верю, что вот Бог оценит нас, не по нашим красивым одеждам, или, может быть, нашему достатку, а Бог оценит по нашему плоду, который мы принесем в Царство Божье. И вот это сокровище, которое мы собираем, когда мы поддерживаем сироту, когда мы помогаем вдове, когда мы достигаем недосигнуто, когда мы приводим людей ко Христу, все это сводится к одному, собрать урожай где? В Царстве Божьем. В Царстве Божьем. Да, может быть, социальные программы, которые есть сегодня в Царствиях, хорошая идея, но смысл этих всех программ привести людей ко Христу, чтобы, когда Бог соберет всех нас, чтобы мы оказались в Его Доме, дать возможность каждому живущему человеку разделять вечность с Богом на небесах, независимо от его национальности, независимо от его достатка, независимо от его образования, его положения в обществе. Не важно, Бог хочет собрать всех, и Бог хочет, чтобы моя вера, мое христианство, оно было плодовитым, и плодовитость этого христианства заключается не в том, чтобы впечатлить друг друга, а в том, чтобы принести плод Царства Божьего. И вот представляете, Бог дает нам возможность быть теми, кто будет плодовитым, теми, кто соберет, как Библия говорит, вышлежницы начали жать. Вот мы принимаем участие в Его жатве, мы принимаем участие в том, чтобы тот день, когда Он соберет нас, это будет великое торжество, потому что это единственный праздник, который мы отмечаем с вами, пророческий праздник. Это не просто праздник, который, знаете, вот уже состоявшийся. Мы можем сказать за Пасху, да, была Голгофа. Мы можем сказать за Пятидесятницу, когда образовалась церковь. Но мы ничего не можем сказать о жатве. Можем сказать о своем огороде, можем сказать, может быть, о том, что, видимо, но Бог отмечает этот праздник, знаете, еще ожидая его пророчески. Являюсь ли я частью вот этого пророческого плана? Почему Бог мне сказал отмечать этот праздник тогда, когда это событие еще не произошло? Знаете почему? Чтобы я понял ценность церкви, чтобы я понял ценность спасения, чтобы я понял ценность искупления Господнего, чтобы я понял ценность смысла моего бытия на этой земле. Вот если бы мы понимали это, мы бы по-другому к жизни относились. Поэтому часто держимся за то, за чего не нужно держаться. Часто переживаем о том, о чем не нужно волноваться. Часто, знаете, боремся за то, чего вообще ничего не стоит на самом деле для нас. И мы порой тратим жизнь на выяснение отношений, тратим жизнь на обиды, огорчения, тратим жизнь на то, чтобы, может быть, еще как-то к себе привлечь особое какое-то внимание кого-то. А Бог смотрит на нас, и Он ожидает плода. Он ожидает плода, когда мы придем со снопами. И когда мы, собравшие вот эту жатву, мы окажемся, что мы плодовитое христианство. Мы принесли плод в Царство Божие. Мы привели тех, кто нуждался в Иисусе Христе. Мы послужили тем, которые так нуждались. Послушайте, дорогие, мы живем с вами во время периода, когда приходит время церкви. Не время борьбы с пандемией, не время борьбы с голодом или холодом. То, о чем нам, может быть, ученые прогнозируют, говорят, вот то была засуха, нечего будет кушать, то стало тепло, нечего будет кушать, то стало слишком холодно, все вымерзло, нечего кушать, то где-то какие-то конфликты, войны, нужно что-то делать с этим. Вот мир всегда находится в неком состоянии брожения, переживания. Но мир не понимает, что приходит время жатвы. Когда Бог, собрав жатву, человечество придет к своему логическому завершению. Оно строит планы на миллиарды лет, а оно не понимает, что план Бога не в том, чтобы мы прожили на этой земле миллиарды лет, знаете, и сохранили флору и фауну, а в том, чтобы приготовить себя в каждом поколении для вечности, чтобы быть в числе той жатвы, которую Господь собирает. Откровение о Нем, смысл моего бытия в том, чтобы поклоняться Ему много-много вечно. Я оказываюсь вечным творением, я не временное явление на этой земле, а я тот, который сотворен по образу и подобию Божьему. И Бог приготовляет меня для вечности. Сегодня хорошая возможность каждому из нас, знаете, может быть, сменить вот этот акцент от наших нужд к тому, к чему мы предназначены в нашем бытии. Когда Иисус проходит, знаете, через долину искушений, когда Он постится, дьявол пытается свести Его взор не к вечному, тому, что есть от Отца, а к тому простому, человеческому. хочешь кушать, подумай о том, что ты мог бы поесть. Подумай, как из камней превратить хлеб. Я могу тебе помочь это. Посмотри на перспективы жизни. Тебя мало кто уважает, а можно сделать так, что ты будешь очень уважаемый. Ты не хочешь рисковать, рискни, потому что риск – это благородное дело. Вот давай попробуй, вот это сделай. И многие, знаете, люди стоят где-то над пропастью, а дьявол им шепчет «Давай, прыгай!» Все делается для того, чтобы наш взор не был направлен туда, для чего мы предназначены Творцом в нашем творении вечности с Богом. Поэтому мы часто заняты тем, чтобы кому-то доказать, что мы лучше, чем другие. Мы часто заняты тем, чтобы нам иметь много хлеба, чтобы ибо нам ни в чем не иметь нужду. Мы часто заняты тем, что кому-то показать свое превосходство в жизни, что вот мы очень важны. Пухоть плоти, пухоть очей, гордое житейское – это то, что пытается захватить нас, поработить нас, сделать нас теми, кто будет неспособен однажды быть плодовитым. Потом Иисус рассказывает притчу о плевелах, и ученики задают вопрос «Объясни нам, объяснив, в Матфея там описывается эта история, да, в 13-й главе, объясни нам, в чем смысл плевелов, для чего они нужны? Разве не проще их вырвать? Разве не проще их выкинуть? И мы с вами, знаете, странные люди, особенно, когда мы что-то делаем, а другие не делают, когда мы трудимся, а другие не трудятся, мы задаем, Господь, в чем смысл? Вот зачем она ходит в церковь? Зачем он приходит в Дом Божий? А Бог говорит «Слушай, ты не тем занят, ты не тем занят, тебе нужно кое-чем другим заниматься, а чем мне заниматься? Занимайся тем, что наполняй себя плодом, наполняй себя плодом, приноси плод, Господи, но рядом со мной плевел, я уже эксперт по плевелам, у меня одна подружка пустая, другая подружка пустая, как сегодня в этой сценке, вроде бы в церкви, но сердце где-то в другом месте, такие мы, странные люди, пока, знаете, не приходят откровение от Бога, ценность церкви, вот я уверен, что праздник жатвы, который мы с вами отмечаем, это именно и есть о том, чтобы понимать Божий принцип, чтобы понимать смысл нашего бытия, давайте мы откроем бытие, ой, вернее, Луки 12 главу, 13 стиха, некто из народа сказал, мучитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство, он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия имения его, я сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший выражай в поле, и он рассуждал сам себе собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и вот сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, и все добро мою, и скажу, душа моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись, но бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил, так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Притча о смысле нашего бытия. Представьте, какие мы с вами интересные люди, Господь знает, что каждый из нас мечтает, сидим на диване и думаем, вот сколько мне надо, чтобы я вообще вот уже на работу не ходил, вот уже ни о чем не переживал, вот, вот, Господи, вот мне бы заработать миллион, вот мне этого миллиона по 10 тысяч в месяц хватит на всю оставшуюся жизнь. И мы все силы, всю энергию, все наше желание, наше стремление, наше здоровье вкладываем в то, чтобы осуществить свою мечту на этой земле. Для кого-то она становится реальностью, для кого-то она становится несбыточной, но смысл нашего бытия оказывается вообще не в этом. Иисус приводит притчу, говоря, ты можешь много планировать, и ты даже можешь многого достичь, но парадокс этой жизни, что твой внутренний комфорт, твое душевное состояние, оно не будет зависеть от того, чего ты достиг на этой земле. И часто мы включаем телевизор, и мы слушаем новости, и мы не можем понять, почему человек, который обладает заводами, пароходами, уходят раны из жизни. Кто-то уходит добровольно, сам себе помогая, и ты смотришь, думаешь, ну в чем же смысл тогда? Разве он не имел? Разве он не пользовался? Разве у него не было то, о чем мечтали многие, кто смотрел на него, работал на него? Оказывается, внутреннее состояние благосостояния не зависит от наличия имения нашего. А мы думаем порой по-другому, а мы ставим с вами большие цели для себя, а мы думаем, вот еще немножко поработаю, вот еще немножко заработаю, вот еще немножко в суете побуду, и будет хорошо. И некоторые, достигая многого, никогда не пользуются этим. Я помню, как Советский Союз развалился, у моего папы было на книжке 27 тысяч рублей. Металлург, тяжело работал, в три смены, пахал, в семь часов смена начинается, на хорошем счету, хорошая зарплата. Я посчитал тогда и подумал, можно было пять домов купить, пять домов, пять тысяч рублей дом стоил. Жигули стоило пять тысяч рублей. Несбыточная мечта советского гражданина. В один день это превратилось в пыль, в ноль. Нам подарили на свадьбу пять тысяч триста рублей. Сидел, считал, думал, машину купить, или дом купить, или что делать. Сегодня я могу купить на эти деньги, они до сих пор у меня там лежат в банке. Боюсь, что не хватит на бутерброд в Макдональдсе. Все в один день пухнуло. И то, что люди с великой радостью, с великим желанием как-то почтить тебя, благословить тебя, пришли на торжество твоей жизни, они пришли, отдали, а через очень короткое время ничего не осталось. И ты смотришь и думаешь, а в чем же был смысл? Представляете, смысл всей твоей трудовой деятельности, всех твоих трудов, все твое участие. Целый день на работе по выходным или в церкви, или на пасеке где-то еще, тяжело работали родители, тяжело работали, много трудились, и в один это все обесцанилось. Хотели детям помочь, хотели обеспечить их как-то, хотели, чтобы они в чем не имели нужды. И все твои труды, и все твои старания, и все твое здоровье, оцененное в 27 тысяч рублей, превратилось в ноль. Смысл моего бытия. Вот если для тебя эти деньги были смыслом жизни, то время лечь и умереть от горя. А если смысл твоего бытия вечной с Богом на небесах, то сколько бы не было, Бог говорит, ты строишь житницы, и ты думаешь, что у тебя намного и надолго хватит, а ты не знаешь, что завтра у тебя встреча со мной, завтра у тебя свидание со мной, завтра у тебя торжество другой жизни. Люди придут на это торжество со слезами на глазах, но это будет торжество, которое, по сути, надо отмечать очень торжественно и очень широко, потому что это торжество именно логического продолжения твоего творения. Ты приходишь на другой уровень вечности общения со мной. И хорошо, когда ты, как сноб, который священник внес в храм, тряхнул, и оттуда высыпалось зерно, и оказался плод. Плохо, когда тебя внесли в храм, тряхнули, а ты плевел оказался, а твоя жизнь бесплодная, она пустая. И оказалось, то, что должно было следовать за тобой, оно не последовало за тобой, потому что оно все было слишком плотским и земным, оно осталось на земле. Оно осталось на земле. И Бог, Иисус говорит, ты не знаешь, что ты построил новые житницы, ты имеешь много добра, у тебя припасено все на многие годы, ты довольствуешься тем, что у тебя есть, и ты думаешь, что ты будешь счастливым всю оставшуюся жизнь, но ты не знаешь. Скажите, кто из нас знает? Никто из нас не знает. Каждый из нас планирует, каждый из нас строит планы. На этой неделе мы получили трагическую вещь, трагическую, просто невероятную. Владимир Пак, помазанный Божий человек, 44 года. Я был несколько раз в его церкви, служил в Хабаровске. Прекрасная церковь, невероятные люди, семья благословенная, дети. Позвонили. Я еще неделю назад с федеральным епископом разговаривал. Говорю, слушай, надо как-то Владимира нам больше как-то, помазанный Божий человек, участвовать, планы строим. Мне звонят, слушай, два часа назад. Два часа назад на ровном месте ушел. Ушел. В 44 года. В 44 года. Ты не знаешь той точки встречи Господа с тобой, которую Он определил для каждого из нас. И у каждого она своя. И хорошо, когда Он возьмет тебя и ты такой тяжелый-тяжелый сноб. И Бог возьмет и скажет, верный, добрый раб, понял смысл бытия, стремился, старался, укладывался, чтобы не только иметь на этой земле, но чтобы и в вечности у тебя было. Мы порой, знаете, недооцениваем вот эти возможности, которые Бог дает нам даже когда мы жертвуем, когда мы поддерживаем миссионеров. мы думаем, ну это, ну мы верующие, это наше такое состояние сердца. Мы доверяем, служителям надо, мы даем и жертвовать, и мы себя правдываем. Ну в доме надо, чтобы и тепло было, и свет был, и звук был, и все должно быть. Ну как-то хочется, чтобы все нормально было в доме Господнем. А на самом деле это же не для этого. А для чего? Это научить мое сердце Божьим принципам. Божьим принципам. И чтобы все отображалось не в том видимом, что мы видим, отобразилось в том, что отобразится в вечности плод моей жизни, моего участия. Когда я помог алкоголику или наркоману записать имя его в книгу жизни, у него уже не было сил, у него не было здоровья, у него не было ничего, он был отвернут всеми. А я сел на машину, взял листовки приглашения, поехал по области и поклеил в каждом поселке деревню, что если ты находишься во временных трудностях, если у тебя проблема с алкоголем, если у тебя проблема с наркотиками, если у тебя сложнейшее обстоятельство жизни, позвони нам. Мы поможем тебе. И потом эти люди меняют жизнь, когда они приезжают откуда-то или приходят к нам, это жизнь измененная, это твой вклад, это твой сноб, это твое участие. А я думал, это просто хорошая манера в церкви, Бог учит нас хорошим манерам, не быть жадными. Нет, дорогой, это плод, это плод, это то, с чем мы предстанем пред Ним, это смысл нашего бытия. А где же торжество жизни будет, это торжество жизни будет тогда, когда Бог соберет нас, когда наступит вот этот праздник жатвы, когда мы будем сидеть на прачном пире, когда мы увидим тех, кому мы послужили, когда мы увидим тех, кого мы достигли, когда мы увидим тех, которые, наша вера отобразится в их вере. И мы сделаем вот эти посевы нашей веры, как апостол Павел говорит Тимофею, твоя бабушка, она оказала великое влияние. Она оказала великое влияние на тебя. Бабушки, мы оказываем это влияние наших внуков, наших правнуков. Они видят, как мы молимся. Вспомните, сколько из нас мы пришли к познанию истины, только потому, что мы видели, как наша бабушка молилась, как наша бабушка читала слово, как наши родители, может быть, тоже тихонько молились Богу или верили. И это формировало нас. И однажды эта вера начала оживать, которая была посеяна кем-то в нашу жизнь. Мы не самородки, которые, знаете, вот утром встали, и все, нам откровение, нам Бог, вечность, небеса. Мы люди, которым кто-то послужил, кто-то передал нам эту веру из поколения в поколение. Поэтому принцип сения и жатвы не прекращается. Не важно, какие сезоны, не важно, потепление или похолодание, не важно, в какой части земли ты живешь. Бог не перестает собирать свою церковь, Бог не перестает говорить к людям, что ваш смысл бытия не в наличии вашего имения, ваш смысл бытия приготовить для вечности себя, чтобы разделиться. Но я ожидаю вас. И я хочу, чтобы вы точно так же принесли плод, как я однажды совершил великое даяние, чтобы вы имели жизнь вечную. Насколько благодарное сердце открывает для нас перспективы. Представляете, вот уже сегодня было сказано, когда мы в ропоте, способны мы быть счастливы на этой земле? Нет. Когда мы в обидах, мы способны насладиться бытием, даже тем достатком, который у нас есть порой. Вот некоторые из нас мы имеем больше, чем другие имеют. Вы просто, наверное, мы не бывали с вами везде. Вот я вам скажу честно, вот когда я бываю в некоторых местах на этой земле, я не перестаю благодарить Бога, что я живу не там, что я живу в другом месте. Благодарное сердце Богу открывает перспективы гармонии с Ним, радости, благословения. И вот нам в этот день благодарения нужно посмотреть на свое сердце. Мы имеем благодарное сердце Богу, родителям, начальнику, работодателю, предприятию нашему, городу, в котором мы живем, властям, начальникам. Часто нам что-то мешает быть свободными в Боге, чтобы собирать много плода. Почему? Потому что мы накопили того, что нам на самом деле не надо. Мы думаем, это нам поможет. Знаете, как Библия говорит, что когда нас удобряют, тогда мы приносим плод. когда удобрение в миру, тогда это плод, а когда удобрения слишком много, там тоже плода не бывает. Вы знаете или нет? Взял удобрение, насыпал, картошки положил, картошка не выросла, сгорела, пересолил. Вот нам нужно научиться справляться с тем, чтобы, независимо от того, что нас что-то удобряет время от времени, чтобы мы были плодовитые. Чтобы мы были плодовитые. Поэтому горячей жизни будет, огорчения, трудности будут, проблемы будут. Для чего? Чтобы был плод. Вот в этом всем Бог испытывает меня. Пандемия, она оголила нас, показала нам нашу веру, наше упование, наша открытость, отзывчивость, помогать другим, еще что-то, служить. Вот она простая, да? Вот кто думал, что мы будем так жить с вами? Что мы будем сидеть и бояться друг друга? Что, сейчас я говорю, знаете, не хочется привести какие-то плохие примеры такие, некорректные, но, я говорю, вот иногда человек чихнул, то вот в наше время стало лучше, чтобы он что-нибудь другое сделал, знаете, чем чихнул. Просто вот все на него смотрят, думают, что ж ты за человек-то, что ж ты сюда пришел? Вот какое-то время другое, а смысл творения Божьего не изменился. Я хочу, чтобы в этот особенный день мы принесли молитву благодарности, чтобы мы просто поблагодарили Бога за все, что у нас есть. И может быть, кто-то из нас скажет, у меня так мало причин благодарить. Вот давайте начнем с того малого, что у нас есть, чтобы благодарить. Аминь. Бог заложил это в нас, чтобы мы были благодарными, чтобы мы собирались и благодарили. Представьте, вот Бог взял этот праздник, создал пророческий праздник, и говорит, я ожидаю, я предвкушаю. Знаете, почему? Он ожидает, что будет много плода. Вот Бог дал нам великий кредит доверия. Я даю вам, чтобы у вас было много, и я уже начинаю праздновать. Поэтому Бог ожидает, что из каждого колена, из каждого народа, из каждого языка будет множество людей собранных, чтобы разделять с Ним вечность. Потому что смысл моего сотворения в том, чтобы мы славили Его. Аминь. Давайте мы встанем. Я хочу сегодня, чтобы мы вознесли молитву благодарения. Может быть, в этом зале, может быть, с нами через онлайн есть люди, которые никогда это не делали. Может быть, ваш смысл бытия на этой земле это вот научиться, выучиться, заработать, иметь. сейчас многие специалисты, экономисты говорят, что приходит другая пора. Последние четыре поколения людей мы учили наших детей и нас так учили, что если ты будешь работать и ты будешь учиться и работать, у тебя все будет. Мы говорили нашим детям, учись хорошо, получай хорошие оценки, будешь получать хорошие оценки, получишь хорошее образование, будешь иметь хорошее образование, получишь хорошую работу, будешь иметь хорошую работу, будешь иметь достаток в доме. Сегодня экономисты говорят, приходят в другое время. Сейчас можно получить очень хорошее образование, но быть намного беднее, чем твои необразованные родители. Другое время. И экономисты пророчат следующее поколение, которое будет беднеть по сравнению с их родителями мы с вами все живем лучше чем жили наши родители а приход другое время я вам скажу как теперь нашим детям учить своих детей если все будет меняться если все будет становиться сложнее если мы переложим все наши кредиты которые у нас есть нам те будущие поколения и они еще наберут кредитом знаете почему так происходит вот эти модели роста спуска потому что смысл бытия не в том сколько мы заработаем и сколько у нас будет а смысл бытия нашего вечно славить бога я хочу задать сегодня вопрос ты готов для того чтобы прославить бога вечно или смысл твоего бытия закончится на этой земле на кладбище и неважно сколько ты заработаешь сколько у тебя есть бог не приготовил тебя для кладбища создал и бог не создал тебя для вечных мучений дебу дьявола его слуги бог приготовил замысел бога в том чтобы ты разделил с ним вечность в поклонении в радости благословение о том о чем писание рит не видел того глаз не слышал это ухо что бог приготовил для избранных своих единственная маленькая частица которая открывается о небесном русалиме знаем что улица с чистого золота представляете вот то что мы так дорожим и друг другу на свадьбу знаете одеваем то бог закатает просто в асфальт а что ж тогда будет дальше что же там все будет а там будет то что мы даже представить не можем и бог приготовляет нас для этого готовы туда идти готов ли ты прозвучить иисуса христа господом и спасителем той жизни может а единственная дверь которая открывается чтобы имя то было записано в книге жизни это иисус христос он смысл он ключ он ответ если вы никогда свою жизнь не прозвучали иисуса христа господом и спасителем или не молились такой молитвой чтобы позволить иисусу христу быть богом и спасителем вашей жизни может быть выйдет человек в этом зале если есть такой человек поднимите свою руку я хочу помолиться вместе с вами перед тем как мы совершим молитву пока молитва благодарения есть такой человек или нет если я вижу пусть бы областей от вас я хочу попросить вас пройдите пожалуйста сюда я хочу помолиться вместе с вами давайте мы поприветствуем я хочу поприветствовать может быть вы у крана своего телевизора или телефона и может быть с нами через онлайн и вы думаете но я тоже тот человек который хочу принять можете остаться там где вы есть на своем месте ничего страшного я хочу попросить вас повторить слова молитвы вместе со мной отец небесный мы приходим к тебе через кровь сына твоего иисуса христа мы просим тебя прости все наши грехи и наше беззаконие сегодняшнего дня бог отец ты есть мой отец и есть твое дитё веди меня по жизни научай меня наставляй меня я доверяя свое настоящее будущее твои руки тебе слава бог отец сын и святой дух аминь к вам сейчас подойдут люди которые расскажут вам о церкви можете ответить на все интересующие вопросы пусть бог областит вас то что вы поднялись в руку и вы сегодня в доме господнем я также хочу обратиться к тем кто с нами через онлайн возможно вы даже не в нашем городе может быть вы далеко за пределами нашей страны неважно где вы есть сейчас высвечен номер телефона и вы можете прямо сейчас позвонить нам поэтому номер телефона ли по вайберу или по ватсап и сообщить нам об этом что вы помолились этой молитвой и мы поможем вам найти церковь в любом городе в любой стране где бы вы не были потому что церковь божья она по всему лицу земли пусть бы областей от вас я хотел бы сейчас чтобы мы помолились и вознесли молитву благодарности господу послушайте дорогие благодарное сердце открывает перспективы в боге поэтому когда мое сердце будет исполнено благодарности она будет способна вмещать других она будет способна служить другим и она будет делать мою жизнь плодовитой и сочной я буду наслаждаться быть ем на этой земле не мучиться не страдать не роптать не обижаться не злиться а благодарить бога потому что может быть когда нас удобряет кто-то да когда горечь приходит не всегда нам это нравится но вот эта горечь она придает нам вкус жизни и мы через эту горечь еще больше ожидаем встречи со христом потому что мы знаем однажды все закончится и мы будем радоваться вечно аминь отец совместно мы приходим тебе вот этот особенный день господь когда мы празднуем господь праздник господь жатвы мы боже возносим молитву благодарности господь за все что есть у нас мы благодарим тебя господь за жизнь которые ты дал нам господь за спасение которое ты дал нам господь за родных и близких господь которых ты дал нам господь за возможность господь иметь и зарабатывать Господь, Боже, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за людей, которые окружают нас, Господь, за друзей наших, родных, близких, Господь, а также те, Господь, которые помогают нам становиться лучше, Господь, которые, Господь, через свое поведение, свое отношение, Господь, формируют наш характер, который, Господь, отображает, Господь, Тебя, Господь, в нашей жизни. Боже, я молюсь, Господь, чтобы больше, Господь, было Твои, Господь, плодом нашей жизни, Господь, чтобы мы больше наполнили сердце, Господь, любовью, состраданием, искренностью, чтобы мы больше, Господь, принимали, любили, заботились, Господь, чтобы мы больше, Господь, были открыты достигать недостигнутым, Господь, чтобы вот в это сложное время, Господь, наше сердце не зачерствело, чтобы мы были способны, Господь, служить еще многим во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за спасение, за искупление, за Духа Святого, Господь, за Церковь, Господь, и за то, что Ты Бог, который, Господь, искупил нас, отдав свое самое дорогое, что было, Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не поедет, но имел жизнь вечную. Боже, мы благодарим Тебя, мы возносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что мы из Церкови Твоей, Господь, которая, Господь, собирает плод в Царство Твое, Господь, чтобы однажды, Господь, прославить Его всей нашей жизнью. Боже, дай нам понимания, Господь, больше, Господь, того понимания, что есть у нас. Дай нам больше откровения, Господь, дай нам больше посвящения, дай нам больше возможностей, чтобы мы могли прославлять Тебя, Господь. Я молюсь, Господь, также за тех, братья и все, кто с нами сегодня в онлайне, Господь. Всех нужды, которые отображены в чате, Господь, Боже, мы благословляем каждую нужду, Господь. Мы молимся за каждого человека, Господь. Мы молимся, Господь, за Армению, Господь, и за Азербайджан, чтобы пришел там мир во имя Иисуса Христа. Мы молимся за другие места на этой земле, Господь, где сегодня конфликты. Боже, да придет Твоя благодать и милость, Господь. Да придет Твое спасение в жизнь многих людей, Господь. Боже, мы молимся о крепости, о здоровье и о благословении, Господь, для тех, Господи, кто с нами, Господь, через онлайн, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого даятеля, который открывает свое сердце, чтобы поддерживать дело служения. Боже, да придет Твое великое воздаяние, Господь. И я молюсь о мудрости, о том, чтобы те средства, те ресурсы, которые приходят к нам, Господь, они более эффективны, Господь, для Царства Твоего во имя Иисуса Христа, чтобы мы еще многих людей привели в Царство Твое. Тебе слава, Тебе честь, Тебе величие поклонения, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. И весь народ Божий скажет Аминь. Пусть Бог бласит вас.